Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies! Ну а чтобы было не так грустно, оставляйте своего кандидата на звание следующего Железного Человека в комментариях. Ибо момент знакомства с заменой Тони Старка приближается. Чарльз Мерфи, Томас Полита и еще пара никак не связанных друг с другом журналистов заявили, что Кевин Фагги определился с планами. И в его планы входит Рири Уильямс, также известная в комиксах как «Железное сердце». Инсайдеры добавляют, что речь идет о Дисней Плюс и Рири планируют поместить сразу в несколько проектов. Пораскинув мозгами, нетрудно понять о чем речь, ибо сериал для юных Мстителей также мелькал в разработке киновселенной, и Рири впишется туда на ура. Ну или в качестве камео для Доктора Стрэнджа 2 в виде Железного Человека из другого мира. Совсем скоро Марвел начнет раскрывать мультивселенную и погружать нас в новые миры. Это здорово, ибо исследование миров увлекательная и интересная штука. Если они, само собой, хорошо проработаны. Игроки в Lost Ark не дадут соврать, ибо игра является отличным примером прекрасного внимания к деталям. Все мелочи в этом онлайн-мире проработаны на ура, и благодаря этому каждый найдет себя занятие по душе. И неважно, требует ли душа сражений с монстрами или уютной рыбалки на отшибе, сделать можно и то, и то. Само собой, надирая задницы другим игрокам, если того захочется. Lost Ark не ограничивается сушей. Героям предлагают личные лодки, на которых можно исследовать моря и, само собой, прокачивать их, улучшая характеристики. А в свежем обновлении 2.0 в Lost Ark добавилась возможность постройки собственного поместья. Его можно обустраивать на свой вкус, чтобы устраивать вечеринки с друзьями. Ну или запилить лабораторию для крафта предметов, или даже снарядить экспедицию. Ведь ехать будет куда? В игру добавили целый континент Фаэтон, несколько новых подземелий и нового хранителя. И параллельно увеличили максимальный уровень, а также переработали подход к крафту и прокачке. Изменений более сотни, так что вкатиться в Lost Ark сейчас самое время. Тем более, что сейчас на ограниченный срок введена ускоренная прокачка, которая позволит дойти до высокого уровня гораздо быстрее. Поэтому оценить Lost Ark по ссылке в описании очень даже стоит. Ведь мало того, что игра переведена на русский и бесплатно. По нашей ссылке вас ждут еще и приятные подарки. Кто вообще такая это железное сердце? Создали героиню в 2015 году, и к ней приложил руку Брайан Майкл Бендис, придумавший Майлса Моралеса. Главной идеей, само собой, было освежить образ путем темнокожей героини, да еще и девушки. Историю Рири уникальной не назовешь, но и плохой тоже. Девушке 15 лет, и она гений, поступивший в MIT, да еще и со стипендий. Рири фанат Тони Старка, и из сворованных из кампуса частей запилила свой костюмчик весьма неплохого качества. В нем она начала геройствовать, но не всегда успешно. Эти потуги привлекли внимание Тони, который одобрил начинание Рири, и немного помог ей с остановлением на путь Железного Сердца. Рири не обладает богатой историей в комиксах, но все же успела побывать в передрягах. В первую очередь, речь о событиях секретной империи, где Железное Сердце сражалось в первых рядах. Также дамочка успела залететь во Вторую Гражданскую войну, а еще служить оруженосцем Тони Старка, сражаясь с врагами, на которых у Тони времени нет. Забавно, что по большей части Рири контактировала не непосредственно со Старком, а с его копией. Разрывающийся на части Старк в комиксах создал несколько искусственных интеллектов, и именно с одним из них Железное Сердце находилось в контакте. Что, впрочем, не особо ей помогало, ибо комикс и саму героиню критики и читатели не взлюбили. Любители комиксов отметили, что в отличие от Майлса Моралеса, Рири продумана и прописана гораздо хуже. Если вкратце, у нее нет негативных сторон. Тот же Старк крут, но Тони алкоголик и самолюбивый, упертый засранец. Поэтому из него и вышел такой необычный персонаж. У большинства героев Марвел есть изъяны, делающие их живыми. А Рири абсолютно идеальный персонаж, и все проблемы ей приносят лишь окружение. К примеру, Пеппер Поттс, которая не хочет, чтобы Рири геройствовала. Что, само собой, не так уж интересно, ибо истории Железного Сердца – это история о глупости всех вокруг, но не главной героини. Впрочем, Кевин Файги, само собой, полностью переворошит историю Рири для кино. Из комиксов возьмут разве что самые основы вроде гениальности и учебы в MIT. Этот концепт нравится всем. Более того, в 2017 году реальные студенты университета даже сняли короткометражный фильм о Железном Сердце. Он интернету понравился, и даже звезды Марвел отмечали, что героиня заслуживает места в киновселенной. Тем более, что введение Рири хоть как-то исправит главную проблему Марвел, которая заключается в том, что все, кроме Тони Старка, на экране – идиоты. Включая Человека-паука, что является преступлением по отношению к одному из умнейших персонажей комиксов. Рири Уильямс может хоть как-то компенсировать трагедию и стать новым гениальным героем. Логичным кажется и камео Роберта Дауни-младшего в виде голограммы. Мы видели подобное во Мстителях 4, и сериалу о Железном Сердце можно дать шикарное промо, заявив о возвращении Дауни. К сожалению, верится в это с огромным трудом. Роберт не соглашается и на полноценные фильмы с главными ролями. Куда уж там появлению во второсортном сериале. Впрочем, если проект о Железном Сердце взлетит, Дауни все же могут зазвать, к примеру, во второй сезон. Ну а в первом Рири и так будет с кем поработать, ведь в киновселенной осталась Пеппер Поттс. Более того, Пеппер носит самый совершенный костюм из когда-либо созданных Тони Старком. Его лишь тизернули в финале, и вершина изобретательской мысли Тони определенно должна быть раскрыта получше. Тем более, что в отличие от Дауни, Гвинет Пелтроу не настолько принципиально. Актриса прямо говорила, что особо не понимает, в чем снимается, и не разбирается в супергероях. Дамочке нужны деньги для продажи свечей с ароматом вагины. И на появление в сериале она легко согласится. Ну а от проекта, где женщина будет обучать темнокожую девушку быть супергероем, критики придут в экстаз. Но, несмотря на все эти грустные факторы, у сериала о Железном Сердце все же хорошие шансы выйти годным. Как минимум, потому что идею крутых костюмов запороть практически невозможно. Ну а как максимум, потому что речь пойдет о наследии Тони Старка. И в кой-то веке оно не будет связано с очередным злодеем, которого Тони обидел в прошлом. А еще Рири Уильямс состояла в весьма примечательной команде чемпионов. Примечательной в первую очередь тем, что почти все ее члены так или иначе готовятся к дебюту в киновселенной. Майлсу Моралесу мы посвящали целый ролик. Помимо него в чемпионах есть Мисс Марвел, сериала которой уже начали снимать, и в сети появились даже первые фото. Также к команде присоединялись Амадеус Чо, которого ждут в будущих сериалах. Нового, который обязан вот-вот показаться. И, конечно же, молодая версия Циклопа. Не факт, что конкретно эти ребята сформируют команду в киновселенной. Но место кого-либо легко может занять уже объявленная официально Кейт Бишоп. По факту чемпионы являются одной из версий молодых Мстителей. А о скором дебюте команды юных супергероев Файги говорил неоднократно. Вполне возможно, для избежания аналоги с Мстителями Кевин не будет дублировать название и возьмет более нейтральное. Чемпионы подошли бы прекрасно. Беда лишь в том, что Марвел уже тизернула еще одну версию Железного Человека. О ней мы говорили в видео о Человеке-Муравье 3. Речь, само собой, о Железном Парне, одной из версий Канга-Завоевателя. Натаниэль Ричардс был лидером молодых Мстителей и также носит железный костюм. Он более органично подходит на роль замены Тони Старку, и в этом свете новости о дебюте Рири Уильямс выглядят странно. Но не критично, никто не говорит, что преемник Тони будет один. Файги легко может дать костюмы сразу нескольким героям и ориентироваться на ходу в зависимости от их популярности. Более того, это решение будет логичным. Учитывая, как тяжело заменить Роберта Дауни-младшего, лучше вывалить сразу двух кандидатов. Так шансы на то, что публика примет хотя бы кого-то, в разы увеличиваются. Но, пожалуй, самая грустная вещь в том, что про самого реального из кандидатов Марвел, похоже, забыла. Речь, конечно же, о Тае Симпкинсе, парне из «Железного человека 3». В отличие от остальных кандидатов, ему не нужно выдумывать предысторию. Мы уже видели ее на экране. И Тай единственный, кто уже получал официальное одобрение от Тони Старка. Ведь на секундочку в концовке третьей части Старк отстроил ему целую лабораторию. Симпкинс – самый надежный в плане фанатов вариант. С ним мы уже знакомы и даже видели на похоронах Тони Старка. Это как минимум значит, что персонаж Тая находится в контакте с Тони. И в потенциальном сериале эти детали можно раскрыть, что было бы очень круто. И весьма грустно, что братья Руссо давным-давно все опровергли. По их словам, за включением Тая в сцену похорон Старка не стояло ничего. Ребят, никто об этом не просил, и никаких тайных планов на тот момент не было. Руссо сами ради интереса позвали актера на съемки, не имея никаких планов на будущее. Как заявляли Джо и Энтони, они просто закинули удочку, и лишь Марвел решает, дергать ее или же нет. А судя по новостям о Железном Сердце, Юных Мстителях и Канге, Кевин Файги оставил эту удочку на месте. Продолжать историю Тая Симпкинса никто не будет. В первую очередь из-за критиков. Тяжело представить количество хейта, если Марвел заменит белокожего гетеросексуального мужчину белокожим гетеросексуальным мужчиной. В таком уж мире мы живем, друзья. Впрочем, возвращение Железного Человека в любой форме пойдет киновселенной на пользу. Тем более, что с подключением сериала возможностей проверить и прощупать кандидатов становится больше. Ну а что до самого короля, Роберт Дауни-младший в ближайшие пару лет сосредоточен на Шерлоке и семье. Пока наша ставка играет. Еще пару лет о возвращении Тони речи идти не будет. Ну а дальше нас может ждать либо эпичный камбэк Дауни, у которого закончились деньги, либо эпичный камбэк Дауни, потому что киновселенная начала тонуть. Так что ситуация у нас практически беспроигрышная. Остается только запастись терпением. Тем более, что время будет чем вскоротать. На носу Чудо-женщина 2 и Ванда Вижн. Ну а 2021 вообще станет парадом кинокомиксов. Так что не забывайте включать свои колокольчики. Жара приближается. До новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok